Оптимизация видео для Ютуба. Как оптимизировать ролики так, чтобы они выходили в рекомендуемые, на главную страницу целевой аудитории и попадали в топовые позиции Яндекса, Гугла и Ютуба? Сегодня поговорим об этом. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через Ютуб, основатель агентства Ютубис. И в этом ролике мы будем с вами разбираться с одним из частых вопросов, которые я от вас слышу – это оптимизация видео для Ютуба. Данный ролик будет состоять из двух частей. Первая часть у нас будет теория, мы разберемся, что такое оптимизация и что для нее нужно, а вторая часть – это будет практика, то есть мы будем оптимизировать один из видеороликов на моем Ютуб канале. Но прежде чем мы начнем, и для самых быстрых, кто уже сейчас хочет узнать свой собственный пошаговый план продвижения бизнеса через Ютуб, то вы можете его забрать по этой подсказке или же есть ссылка в описании. А мы идем дальше. Итак, что же нам необходимо, чтобы правильно оптимизировать видео? Первое – это, конечно же, привлекательные значки ваших видеороликов. Обязательно обращайте внимание на то, как они сделаны, какие тексты вы пишете на своих значках, что вы туда помещаете. Я обязательно сниму отдельно подробное видео по тому, как создавать привлекательные значки и увеличить CTR ваших видеороликов. Поэтому не забудьте прямо сейчас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск. Но сейчас я вам скажу следующее. Значит, что важно для значка видеоролика? Он должен быть, скажем так, достаточно ярким, чтобы он бросался в глаза, то есть каким-то таким контрастным. На нем должен быть достаточно крупный, хорошо читаемый текст и желательно, чтобы не более пяти слов. Три слова достаточно для значка, чтобы зацепить взгляд. И должен быть какой-то, скажем, крупный предмет, который ассоциируется с содержанием ролика. Возможно, это будет главный герой этого видео, возможно, это будет какая-то картинка, которая знакома большинству людей. В пример могу привести, допустим, когда речь идет в ролике о деньгах, да, было бы неплохо разместить, например, оповещение от Сбербанка на картинке о том, что там вы получили такую-то сумму, да, то есть понимаете, о чем я. Кто понимает, пишите в комментариях или же задавайте ваши вопросы. Что еще важно для оптимизации? Это название видео, то есть оно должно быть цепляющее, естественно, по теме видео. Возможно, там будет какая-то интрига или вопрос. Очень хорошо работают темы роликов, которые начинаются с вопросов «как», «почему», «зачем» и так далее. Когда там какое-то хайповое «Ого, вы не знали, вот это так происходило», да, возможно, там задействуются чьи-то известные фамилии. Но всегда, в любом случае, название видео мы составляем под то, о чем говорится в этом видеоролике. И очень часто название видео включает ключевой запрос, по которому мы оптимизируем видео. А то и не один, а целых два, иногда и три. Но вы сегодня в этом убедитесь, когда мы на практике будем оптимизировать ролик во второй части видео. И также очень важными моментами, конечно же, являются описание и теги видеороликов. Все это способствует ранжированию видео и тому, попадет ли ваш ролик в рекомендуемый на главную страницу, либо в топовые позиции Яндекса, Гугла или Ютуба. Ну что, взлаждались? Теперь переходим ко второй части. Оставайтесь со мной. Сейчас на практике будем оптимизировать видео для моего Ютуб-канала. Для примера возьмем видеоролик, он уже готовый, он про сервис Google Trends, поэтому именно по такому запросу мы будем его оптимизировать. И первый сервис, который нам понадобится для оптимизации видео и подбора ключевых слов, это сервис Wordstat Яндекс. Набираете в Яндексе Яндекс Wordstat, заходим по вот этой ссылочке и в поиске Яндекс Wordstat вводим Google Trends и нажимаем подобрать. У нас здесь выдаются разные ключевые слова. Кстати, есть очень удобное расширение Яндекс Wordstat Assistant. Вы можете его себе тоже в Хроме установить. Заходим вот сюда. Троеточие. Дополнительные инструменты. Расширение. Вот Яндекс Wordstat Assistant. Ну, он у меня уже установлен, я вам покажу, как вам установить. Вот сюда на три полосочки нажимаем, открыть интернет-магазин хром, здесь поиск по магазину, ставим это название, нажимаем Enter и находим вот Яндекс Wordstat Assistant, здесь будет кнопка установить, нажимаете ее и в принципе все, он у вас будет также установлен, как у меня, очень удобно. Далее. Далее мы начинаем подбирать ключевые слова, то есть просто нажимаем на плюсик и это расширение будет вот здесь их собирать, те, которые нам подходят под наш видеоролик. Таким образом собираем. Бывает такое, что очень широкие запросы попадаются и приходится пролистывать по несколько страниц, бывает и по 10, пока доберешься до значений примерно в 20 показов в месяц. И тогда, в принципе, если там меньше 20 показов, уже нет смысла брать эти ключевики. Также я сюда потом ввожу по-английски Google Trends, но я не буду сейчас этого делать, потому что я на самом деле вот такую подборочку уже сделала, то есть я посмотрела ключевое слово Google Trends и по-русски, и по-английски, и посмотрела, что в похожих выдает, вот сюда их все собрала таким образом, как вам сейчас показывала. Потом нажимаю копировать список буфер обмена, они у меня копируются, и я просто перенесла себе в табличку с ключевыми словами, вот мне было удобно, вот таким образом сюда добавила эти ключевые слова. Ну, думаю, что показывать вам, как добавить в Google таблицах ключевые слова не нужно, но понятно, что они есть. есть. Дальше я копирую весь этот список, опять же копирую, и иду в сервис, который называется Mutagen. он очень удобный, я ссылку оставлю на него в описании, у меня, кстати, есть видеоролик о том, как им пользоваться, тоже ссылка будет в подсказке, вот, но мне здесь нужна массовая проверка. Сюда я оставлю свой список ключевых слов, ввожу название Google Trends, почему-то по-английски, чтобы не забыть, что я здесь анализировала, и нажимаю отправить на проверку. Потом жду, пока проверка закончится. Когда проверка заканчивается, то приходит уведомление на электронную почту, на которой вы зарегистрировались в Mutagen, о том, что проверка выполнена. Здесь обычно статус становится готово, но при нажатии на количество ключей я могу и так посмотреть, готово или нет. Вот здесь будут заполнены все графы, но я вижу, что она уже закончилась, и нажимаю экспорт данных в формате CSV, кодировку UTF-8, то есть у меня скачивается этот документ в Excel, я его открываю, копирую отсюда вот из этих граф конкуренция, просмотры и хвосты все цифры, вот таким вот образом копирую, и иду в свой документ, где у меня ключевые слова, загружаю эти цифры, Ctrl-V, ну мне лично так удобно. После этого я выбираю, под какой ключевой запрос я буду оптимизировать видео, выбираю так, чтобы была низкая конкуренция, вот первый столбик, и второй второй столбик было много просмотров. Так, ну мне в принципе нравится Google Trends анализ, да, 12 конкуренции и 364 количество просмотров. Если у вас совсем нулевой канал, то я рекомендую брать конкуренцию меньше 8. Вот, кстати, Google Trends на русском, но как-то он не совсем импонирует тому, о чем я говорю в этом видео. Хотя вот, например, Google Trends анализ популярности запросов, конкуренция 3, а просмотров 321 это вот прям шикарный ключевой запрос, под которым можно оптимизировать видео. Вот я, наверное, его и возьму, я его скопирую, он будет основным ключевым запросом моего видеоролика. Так, после этого я также захожу в Mutagen и перехожу в список опять же массовых проверок, но в новое задание и здесь в онлайн подбор. Хочу посмотреть тот ключевик, который я выбрала, есть ли там что-то еще. Вот, здесь могут добавляться такие слова, как YouTube, на русском, Яндекс и так далее, Instagram даже есть. Вот мне, например, интересен еще YouTube, то есть я могу один запрос проверить, нажав здесь Enter. Я вижу, что уровень конкуренции 3 и просмотры 3, ну то есть он не очень интересный. соответственно, оставляю его как есть и перед загрузкой своего видеоролика я его переименую главным ключевым запросом, то есть он у меня так и будет называться. В принципе, здесь можно оставить просто Google Trends. Это тоже будет хорошо работать. Ну так и можно, в принципе, сделать. Давайте оставим. Отлично. Дальше. Дальше я, так как выбрала основной ключевой запрос, теперь мне нужно составить название видео. Название видео, как я уже вам раньше рассказывала в других своих роликах, должно быть интересное, цепляющее, там как сделать что-то, пользоваться, ну то есть исходя из того, какой у меня главный ключевой запрос Google Trends, анализ популярности запросов, то я, в принципе, так и напишу название. Как пользоваться Google Trends и делать анализ популярности запросов, да, то есть такое достаточно интересное название получилось, да, как пользоваться Google Trends и делать анализ популярности запросов. Ну, в принципе, да, я могу оставить такое название. Также я буду интересное название делать и на картинку, то есть, в принципе, на картинку я могу вынести только то, как пользоваться Google Trends в 2020 году или, например, Google Trends для анализа трендов YouTube, да, то есть я себе здесь отмечаю, что на картинку напишу, что по-английски, скорее всего, напишу Google анализ запросов 2020, например, так, анализ, анализ трендов, трендов YouTube, пусть будет так, наверное. Хотя, чтобы мне определиться более точно, я сейчас посмотрю, как вообще на YouTube по этому запросу какие ролики, какие значки, то есть я проанализирую, что делают мои коллеги, да. Для этого давайте зайдем в YouTube на главную, чтобы можно было ввести этот запрос. Итак, вставляем запрос, нажимаем Enter и смотрим, что же пишут на картинках. Google Trends, анализ трендов, как следить за трендами, кстати, можно очень даже использовать, да, все, Google Trends, ну, то есть, да, соответственно, исходя из того, какие картинки я нахожу, я свою могу сделать более привлекательной. Я еще подумаю над значком Google Trends, как следить за трендами или Google Trends, например, для развития канала, для продвижения видео, вот тоже я могу вполне такой запрос на картинку поставить. Так, как пользоваться Google Trends и делать анализ популярности запросов, даже можно написать для создания видео YouTube. Посмотрим, потом вообще влезет у меня такое название или нет. «Как пользоваться Google Trends и делать анализ популярности запросов для создания видео YouTube?» Так, Google Trends, анализ трендов YouTube. «Как работать с Google Trends», ну или «Как работать с Google Trends», да, кстати, тоже хороший запрос на картинку, вполне мне можно, простим тогда, «Как работать с Google Trends», вот такая будет у меня картинка. Но, кстати, я могу еще посмотреть не только в YouTube, но и в режиме инкогнито, да, то есть если вы зайдете в режиме инкогнито, вам нужно нажать, вот здесь будет троеточие и новое окно в режиме инкогнито. Откроется вот такое окошко. Сейчас мы посмотрим в Яндексе, есть ли по данному запросу какие-то видеоролики с YouTube, например, да, что мы там увидим. Может быть, что-то интересное нам подскажет. Посмотрим первые две странички, вот видим Google Trends, «Как анализировать популярность», да, отлично, то есть, в принципе, по данному запросу я могу выйти в топы Яндекса. «Посмотрим видео». Так, «Анализ трендов Google Trends», ага, хорошо. Давайте тогда теперь Google тоже посмотрим. Заходим в поисковик Google, вбиваем этот запрос и тоже просматриваем, есть ли тут видеоролики, так, видим, что Google Trends, «Как анализировать популярность запросов», можем посмотреть также видео, Google Trends, «Анализ трендов», везде прям «Анализ трендов», ну хорошо, вполне пригодится данная информация для того, чтобы нам создать значок на картинку, хотя как работать с Google Trends лично для меня как-то более привлекательно, но оставляем так. Теперь будем подбирать ключевые слова, ключевые слова я тоже себе собираю в эту же табличку, да, я их просто пишу себе через запятую, главный ключевик у меня всегда первый, который я уже выбрала, также отсюда я могу взять полезные, там, тот же Google Trends «Анализ популярность», то есть вот таким образом я сижу и собираю себе сначала из этой таблички ключевики, которые мне подходят, сейчас я быстренько пробегусь, какие тут мне могут быть полезными, копируем, так, дальше, ну просто Google Trends, само собой, поставим, далее Google Trends «Анализ», да, то есть по-английски тоже возьмем себе ключевые слова, вот этот возьмем тоже на русском, потому как, в принципе, Google Trends, про который я рассказывала в видео, он как раз таки на русском, то есть сначала я подбираю именно тематические ключевые слова, вот таким образом друг за другом их выстраиваю, прям те, которые вот по теме, как работать с Google Trends, это все как раз мне по теме очень хорошо подходит, как работать и как пользоваться, то есть все эти ключевики я себе сюда добавляю. Так, после этого, так как мы уже вводили запрос Google Trends, да, здесь мы видим плагин, у меня установлен тоже, видайкю, он устанавливается точно так же, как я вначале вам показывала по Яндекс ворстат ассистент, да, то есть вот видайкю, ну давайте еще разочек зайдем в дополнительные инструменты расширения, и я вам его покажу, вот он, видайкю vision for YouTube, да, то есть мы его опять же копируем, здесь заходим в интернет-магазин Chrome, ищем и устанавливаем себе, вот здесь в поиске ищем и устанавливаем, не буду показывать второй раз, так как уже сегодня показала, так, соответственно, установили видайкю, у вас появится вот такая же табличка, как у меня, и что мы видим, что конкуренция очень низкая, ну поисковый объем тоже нулевой, но, тем не менее, мы можем здесь увидеть лучшие связанные ключевые слова, это поисковые запросы, Google Trends и Google Trends мы с вами уже добавили, вот я бы добавила еще поисковые запросы себе в ключевики, как смежные поисковые запросы, кроме того, я все-таки просматриваю первые три ролика, которые в топах на YouTube, прям открываю их, и благодаря вот этому расширению видайкю, я могу видеть, какие были использованы ключевые слова в этих видеороликах, и какие из них привели к тому, что ролик выходит в топы. Сейчас он подгрузится, и я вам покажу. Подгрузилось видео, опускаемся ниже, да, вот здесь появилась благодаря видайкю такая табличка, и здесь я вижу теги видео Google Trends и Google Trends. Видите, когда хэштег 1, это оппозиция, на которой выдается это видео при поиске в YouTube по данному ключевому слову. В принципе, я себе уже такие ключевики внесла, то есть мне отсюда ничего интересного я уже не возьму, я просматриваю следующие два ролика. Друзья, всем привет, с вами… Здесь я вот вижу, что Google Trends, опять же, анализ трендов. Вот я вполне могу себе взять такой ключевик, анализ трендов. Я прям сразу себе его вношу вот сюда в свой список, анализ трендов, отлично. И просматриваю следующее видео. То есть, в принципе, здесь я не вижу никаких таких интересных для себя тегов. Все. Они мне больше не нужны. В принципе, подборку по тегам тематическим я сделала. Дальше у меня идут поисковые запросы и анализ трендов. Это тоже, в общем-то, смежные. О чем я еще говорила в видео, если я повспоминаю и к чему это все относится, то у меня идет продвижение видео. Также могу добавить сюда раскрутка канала, то есть это все, чему может способствовать Google Trends. Продвижение видео, раскрутка канала, можно написать тренды YouTube или просто тренды YouTube. Также можно написать тренды YouTube с английским словом YouTube. Ну и в конце самыми последними в ключевые слова я прописываю брендированные свои теги. Это такие как Юлия Измайлова, там YouTube для бизнеса, в общем те слова, которые у меня есть либо в названии канала, либо в семантическом ядре. в общем пока достаточно. И после этого я начинаю уже загружать видеоролик. Ну можно зайти в творческую студию, чтобы вам было проще. И здесь мы можем нажать кнопочку создать, добавить видео, я нажимаю добавить видео, выбираю свой видеоролик, нажимаю открыть и он загружается. Появляется поле, где я могу ввести название и начать делать описание. В принципе название мы с вами уже подготовили. Это как пользоваться Google Trends и делать анализ популярности запросов для создания видео YouTube. копируем и просто можем поставить вот сюда этот запрос. И обычно сразу же название первой строкой у меня идет в описании, поэтому я сразу поставлю. здесь пока ничего делать не буду, будем оптимизировать сейчас дальше, когда ролик загрузится. Нажимаю пока далее. По монетизации я в основном стараюсь не монетизировать свои ролики, поэтому здесь практически не проставляю никаких галочек. Нажимаю далее. Здесь мы можем добавить конечную заставку и подсказки, но сделаем это в основном кабинете видеоролика при загрузке. И дальше я просто нажимаю далее, а вот тут я выбираю запланировать публикацию. Значит этот ролик у меня будет опубликован 13 января. Соответственно я выбираю здесь дату 13 января и выбираю время, в какое время это видео у меня будет опубликовано. на 5 часов. Все, отлично. При необходимости могу назначить примеру, но пока не буду этого делать. Жду пока здесь будет обработано на все 100%. сейчас пока мы видим, что 99. Так, обработка завершена. Я нажимаю запланировать публикацию. Все, отлично, вот ссылка на видео, я ее копирую, закрываю. Так, вот он мой ролик. Нажимаю вот сюда карандашик «Редактировать» и сейчас мы будем заниматься дальнейшей оптимизацией, будем создавать описание и так далее. Значит, сразу же после названия я обычно ставлю ссылку на свой сайт с призывом к действию, но ссылку я ставлю сокращенную, поэтому сейчас мы ее создадим, это вот ссылка на мое видео. Я возьму ссылку на сайт, у меня уже стабильно продуманные, скажем так, вот м-метки. Для каждого отдельного клиента мы все это делаем, разрабатываем отдельно. То есть я копирую хвостик у своего видео на ютубе и ставлю эту меточку в свою м-метки сайта. Дальше копирую эту длинную ссылку свою и иду в сократитель ссылок Bitly, для меня он самый удобный, Bitly.com. Заходим, нажимаю create создать, сюда ставлю длинную ссылку, create и вот здесь появляется короткая ссылка, я ее копирую и сохраняю, все это можно закрыть. Дальше я ставлю себе короткую ссылку в свою табличку, чтобы ее не потерять и ставлю ее также под видео в ютубе. Здесь обычно делаю стандартный призыв, так давайте мы пока сохраним изменения и сейчас возьмем из другого ролика мой стандартный призыв, ну вот из предыдущего например можно взять, то есть у меня призыв записаться на бесплатный аудит канала или пошаговый план по продвижению бизнеса на ютубе получить. Все, я его сюда просто переношу, нажимаю enter и дальше я делаю коротенькое описание о том, ну о содержании видео, да такое короткое описание я тоже уже сделала, в него я включаю те ключевые слова, которые мы с вами подобрали. В основном, что важно, чтобы в описании как минимум пять раз встречался наш главный ключевик, это Google Trends, анализ популярности запросов, да. Соответственно, я уже подготовила, чтобы это занимало немного времени. Такое небольшое описание и сюда поставлю Ctrl V, вот здесь уже включены те ключевики, которые мы с вами подбирали. Дальше, дальше я обычно делаю тайминг, но для этого мне нужно будет поставить запись на стоп, то есть каким образом тайминг. я выбираю, где, на какой минуте, о чем я рассказывала в данном видеоролике, чтобы было удобно потом найти. Вот, соответственно, сейчас я пока поставлю на паузу, сделаю тайминг и покажу вам, как это выглядит. Итак, я закончила с таймингом, да, то есть вот я выбирала на какой минуте и на какой секунде о чем я рассказываю в данном ролике, проставила тайминг и дальше мы также делаем транскрибацию этого видео с включением слов, вот ключевых запросов, которые мы подбирали. Такую транскрибацию я тоже уже сделала, я ее скопирую сейчас и просто поставлю в описании. Бывает такое, что мы делаем тайминг, ну не делаем, скажем так, вот так отдельный тайминг, но это хотя правильно, нужно делать именно так, но в принципе достаточно хорошо работает, когда тайминг вы делаете вот, сделав транскрибацию видео именно по абзацам. там, например, первый абзац там 1.25, переходим там в Google Trends, о том-то, о том-то рассказываем, дальше у меня идет трендовый запрос такой-то, да, вот например, с этого момента я бы поставила 2.12 вот здесь и это тоже считается таймингом, здесь бы у меня было 1.25, да, 1.25. Так тоже можно делать и мы чаще делаем так, но в принципе я бы рекомендовала уж, как сказать, для идеальной оптимизации видео вы можете делать вот таким образом, да, то есть сначала короткое описание, потом тайминг, потом уже транскрибация. Так, как видите, здесь влазит 5000 знаков в описании, поэтому дальше сюда я добавляю ссылку на это же видео, то есть я всегда пишу, что подробнее смотрите в видео, даю рекомендации на другие видеоролики и добавляю хэштеги, то есть я это все уже подготовила, просто скопирую и сейчас мы сюда это поставим. Итак, смотрите видео, сюда я ставлю название моего ролика, который я оптимизирую, копирую и просто сюда ставлю вот это название, что подробнее смотрите здесь и копирую, конечно же, ссылку на этот ролик и также ее ставлю в описании. Даю рекомендации посмотреть другие ролики на канале, ну я даю рекомендации трех видео, больше в принципе не рекомендую. и дальше я прописываю хэштеги именно по тематике данного ролика, ну и плюс хэштеги мои брендирования, да, то есть, например, Юлия Измайлова. Дальше я беру свои ключевые слова, которые я подобрала, из таблички их забираю, перехожу в следующую графу, здесь вот теги, у меня видите один тег Юлия Измайлова, но я его уже внесла, поэтому этот удалю, это он у меня по умолчанию стоит, а сюда просто поставлю те теги, которые я подобрала. И вот что мы видим, Google там и так далее, какие-то дополнительные виды IQ рекомендуют, совпадения по тегу, возможно, я отсюда могу что-то себе взять интересное, вот здесь тоже рекомендованные теги. Ну, в принципе, продвижение видео есть, YouTube и бизнес могу тоже добавить, потому как действительно я об этом ролике рассказываю. Так, дальше, вот здесь мы загружаем значок, у меня есть отдельный видеоролик о том, как загрузить значок, просто он у меня еще не готов, поэтому сейчас я его загружать не буду, сделаю это позже. Но в любом случае, вот здесь это все делается, нажимаете на загрузить значок, выбираете его, где он у вас там находится, на рабочем столе или где-то, выбираете его, нажимаете открыть и он загружается. Я думаю, это понятно. Давайте сохраним пока то, что у нас есть, чтобы ничего никуда не пропало. Все, здесь мы видим сразу оценку SEO, что оценка 41, один чек-лист, по значениям 5 ключевых слов, заголовки, количество тегов 4 из 5, ну, в принципе, достаточно хорошая оптимизация, я считаю. Что нам остается здесь делать? Выбрать плейлист, значит, у нас продвижение видео, тренды, да. Так, сейчас я подумаю, в какой плейлист мне добавить. Давайте продвижение видео на Ютубе, нажимаю ОК, и здесь мы добавляем с вами подсказки и конечные заставки. Как их добавлять, у меня тоже есть на канале отдельные видеоролики, оставлю тогда вот ссылочки, ссылку в описании, оставлю о том, что такое конечная заставка, как ее добавить и так далее. Ну, подсказку давайте покажу у вас. Вообще, подсказки добавляются, опять же, по теме видео, так как я сейчас снимаю этот ролик с микрофона, да, я не могу прослушать, что, о чем здесь говорится, мне не слышно, да. Но в любом случае, когда я знаю, что, допустим, там на 047 я делаю какой-то призыв перейти на сайт, соответственно, я и добавляю подсказку, именно ссылку на сайт. Ну, ссылку мы уже сделали, я беру свою ссылку с меткой от этого видеоролика, копирую и… так, где она у меня? Это нам не нужно. И добавляю вот сюда Ctrl V, далее нажимаю. здесь я пишу призыв «Узнай, как продвинуть свой бизнес через YouTube». Здесь тоже переходите под ссылки и здесь пошаговый план продвижения, по-моему, я о нем говорила. нажимаю «Сохранить». Все, отлично, у меня подсказка сохранена. Допустим, где-то здесь я говорю о том, чтобы посмотреть какой-то другой ролик на моем канале, тогда я добавляю видео. Ну, если говорю об этом видео, значит, соответственно, выбираю здесь, о каком видео шла речь, его выбираю и «Создать подсказку». То есть, вот таким образом, они автоматически сохраняются. Значит, про конечные заставки ролик посмотрите, есть в описании. В принципе, что касается оптимизации видео, мы сейчас только что с вами ее сделали. Не забудем сохранить все, что мы сделали. Мы с вами подобрали теги, придумали название, придумали название для картинки, которую я сделала в ближайшее время и добавлю к этому видеоролику. Проставили все необходимые ссылки, тайминг, ключевые слова прописали в описании обязательно, не забывайте добавлять. Здесь вот несколько раз у меня в этом описании есть мой ключевой запрос. Соответственно, ключевики мы с вами подобрали, все готово. Ну что же, если этот ролик был для вас полезен, обязательно поставьте лайк, пишите в комментариях, если что-то непонятно, задавайте вопросы, я обязательно отвечу. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные ролики о продвижении на ютубе. В следующем видео я расскажу про три стратегии как раз-таки, как продвигать бизнес на ютубе. поэтому обязательно подпишитесь. Прямо сейчас уже можете забрать свой собственный пошаговый план продвижения бизнеса на ютубе, ссылку видите на экране и она есть в описании. Ну и смотрите другие полезные видео, с вами была Юлия Измайлова, до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok